Детская стоматология 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 в 4 года, нужно стараться избегать обезболивания. Подготавливаю ребенка различными методиками. Как все-таки вот ребенка в современной стоматологии на долечебном этапе может подготовить к предстоящим стоматологическим манипуляциям? Я считаю, что этим вопросом в первую очередь должны заниматься родители. Когда в семье появляется ребенок, родители зачастую заботятся о его внутренних каких-то заболеваниях, о профилактике внутренних заболеваний. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что очень часто на прием детки приходят уже с запущенными формами кариеса. Когда родитель видит во рту дырку, полость, это уже говорит о том, что ребенок испытает стресс на приеме. Поэтому родители должны с первых дней появления ребенка учиться самим и учить детей ухаживать за полостью рта. И нужно сделать всевозможные усилия для того, чтобы вообще не лечить зубы под обезболиванием. Какая бы анестезия ни была, она всегда несет за собой какие-то риски. И я хочу сказать, что последние все мероприятия, последние все наши опыты работы говорят о том, что вылечить зубы без анестезии в рамках профилактики возможно на сегодняшний день. Могу сказать, что у меня двое детей, и они лечили зубы безболезненно, у них здоровые крепкие зубы. Профилактика. Вот у нас педиатрия от 0 до 18. Когда, соответственно, стоит ребенка хорошему стоматологу вести первый раз показывать? Тогда, когда появился первый зуб. Сразу же мы идем к стоматологу? Сразу мы идем к стоматологу. И какая периодичность? Дело в том, что направляют к стоматологу уже сразу педиатры, даже еще до появления зуба. Там они смотрят прикус, смотрят, правильно формируется ли уздечка. Если, например, при... Ну вот как мамочки приходят, я думаю, Галина со мной, она чаще как бы с этим сталкивается. Но мы вообще родителями, я своим знакомым, друзьям всегда говорю, при появлении первого зуба врачи должны не то, чтобы бежать к стоматологу, а врачи... Ой, родители. А родители должны уже за этим зубом наблюдать. Наблюдать, по сути, дело ежедневно. Потому что до 6 лет ответственность за профилактику стоматозаболевания, в том числе и гигиену полустирта детского возраста, несут родители. Коллеги, а как ежедневно наблюдать? Вот зубик один прорезался, вот вас цитирую, и ежедневно за ним наблюдать. Вот что мама с папой должны делать? Нет, я хочу сказать, ну, во-первых, нужно наблюдать за тем, как прорезываются зубы у ребенка, в какой последовательности, в каком возрасте. Затем, когда, например, к 2 годам ребенок должен иметь весь комплект молочных зубов. И вот с этого момента действительно уже нужно приходить к стоматологу обязательно, потому что, когда вот исполнилось там ребенку, ну, образно говоря, 2 годика, пришли, объяснили, что мы посмотрим зубки, посчитаем их количество, если нужно, почистим щеточкой, покроем специальным раствором, который содержит небольшое количество там специального препарата, который препятствует образованию кариеса. То есть и ребенок уже будет как бы знать, что здесь ничего страшного не происходит, и в следующий раз, когда он придет на прием, он уже не будет действительно как бы бояться доктора, будет сам открывать рот. То есть и врач ему проведет комплекс мероприятий, который направлен на профилактику кариеса. Поэтому чем раньше будет вот это посещение стоматолога ребенком, я думаю, что это в будущем будет только на пользу ему. Продолжаем раскручивать вопрос. Первые 12 месяцев жизни благополучно прошли, ребенку исполнился год, и возьмем это вот за очередную, скажем так, стартовую точку для последующей профилактики стоматологических проблем, и, возможно, диагностики каких-то трудностей. Вот начиная с года, как часто вы рекомендуете, вот без фанатизма, родителям приводить ребенка к стоматологу? Нет, ну начиная с года, в принципе, здесь достаточно как бы развод, там в год, потом следующие два года, а там уже каждые полгода все равно обязательно нужно... Это полгода с какой? Каждые полгода с какой? После двух лет, я считаю. После двух лет. Когда уже прорезались молочные зубы все. Скажите, пожалуйста, вот частый вопрос родителей. Ребенку там 6-7 месяцев, пока зубки не прорезались. Нет пока зубов. Это проблема? Нет, это не проблема. Это не проблема. Здесь единственное, что врач может только посмотреть и определить степень прикрепления уздечки, там нижней губы, верхней губы или языка. Все, на данный момент тут проблемы нет. Потом в следующий раз уже как бы... Ну, это такой был вопрос исключительно родителей успокоить, потому что, как бы, да, это в общепринятой педиатрической мировой практике, это в 9,9 случаев из 10 проблемой являться не будет. Зубки прорежутся. Сейчас, к сожалению, к сожалению, нередко проблемы с зубами у детей начинаются уже в 8-9 месяцев. Во многом на это оказывает влияние неправильно подобранный прикорм. Вот какие продукты питания, кроме грудного молока, да? Ну, здесь я как бы введу речь о соках, большом потреблении каких-то фруктовых пюре, может быть, избыточно овощных пюре. Есть ли здесь какие-то ограничения вот по правильному введению прикорма, чтобы не повредить зубам? Ну, здесь как бы все введения прикорма, оно должно соответствовать возрасту ребёнка, и, в принципе, никаких, каких-то таких дополнительных и специфических продуктов, ну, как бы стоматологи обычно в этом возрасте не рекомендуют. То есть просто не нужно давать больше, чем положено по возрасту? Нет, трапить события не нужно, и, конечно, всё равно самое лучшее, это, конечно, грудное вскармливание, единственное, чем как бы... В общем-то, ребёнок... Грудное молоко точно уж никак не скажется. Ну, опять же, вернёмся к тому вопросу, с чего мы начали, что ежедневный осмотр, как бы даже не осмотр, а ежедневная контролируемая чистка со стороны родителей должна быть. Дети должны знать, что даже в годика обычная щётка берётся без пасты. Родители должны заглядывать и смотреть. Почистил ребёнок после углеводистой пищи свои зубки хотя бы щёткой для начала, потом вводятся какие-то детские зубные пасты. Вот, поэтому я ещё раз прям вот конкретно повторяю, только контроль родителей и, соответственно, регулярное посещение стоматолога. Родители каждый день, вот, каждый день смотрят, почистил ребёнок зубы на ночь или утром или нет, и несут за это ответственность. Алла Николаевна, давайте вот чуть-чуть детализируем. Давайте. Вот с какого возраста мама берёт в руки зубную щётку? Сначала мама берёт возраст, такой из детский напальчник вообще, как бы стоматологи детские советуют, и занимается гигиеной. Потом берутся детские зубные щётки с появлением первого зуба. Ага, то есть зубик первый прорезался, и мы... В доме должна быть зубная щётка. Всё понятно. Сначала в форме игры она будет, конечно, а потом ребёнок должен зубную щётку уже знать с рождения, как бы, да, сначала он помнит не будет, а не тогда, когда он уже приходит в садик, и в садике воспитатели начинают говорить, что есть такая зубная щётка. К сожалению, в Ульяновске есть ещё дети, которые не знают, что такая зубная щётка. Они о зубной щётке узнают, когда им нужно уже лечить острую боль. Вот так вот. Профилактика наша, всё. Уважаемые коллеги, есть такая процедура, родители часто спрашивают, посеребрение. Вообще, что это такое? Эффективный ли метод, когда нужно использовать? Метод серебрения, он применялся, как бы, очень давно в стоматологии. Здесь основывается на покрытии зубов специальным раствором, содержащим серебро. Используется серебрение уже в начальной стадии кариеса, для того, чтобы приостановить процесс. То есть образуется альбоминат серебра, который запечатывает гантинные канальцы, и кариозный процесс не распространяется, как бы, в глубину. Но здесь один такой негативный момент, что вот этот альбоминат серебра, он такого тёмного цвета. И получается, когда зубки серебрят, они становятся тёмные. Что, конечно, эстетически, в общем-то, заметно. Тем более, что это часто используется на передних зубах, где, как бы, учитывая строение молочных зубов, коронка зуба недостаточно такая, как бы, большая. То есть и близко расположена пульпарная камера, где уже нерв близко. Поэтому, как бы, в своё время, вот этот метод, он был достаточно, как бы, широко использовался. Но в настоящее время к нему опять возвращаются. Но недостаток один – это вот эстетическая такая вот неудовлетворённость, что темнеют зубы. Но есть другие методы, которые являются альтернативой серебрению. Это фторирование. Для фторирования применяются различные препараты, которые не вызывают потемнение зубов, но они довольно-таки эффективны. Они также… Но они все эффективны только в начальной стадии кариеса, когда это либо стадия пятна, либо это какие-то небольшие изменения в эмале зуба. Спасибо, Валерия Николаевна. Вернусь чуть-чуть назад, и вопрос к вам. Про анестезию поговорили, но не задал важный вопрос, который сейчас обсуждается в медицинской повестке. Наши уважаемые законодатели рассматривают возможность обязательного введения аллергопроб перед проведением анестезии для пациента. Вот как с профессиональной точки зрения можно это оценить? Вопрос очень дискуссионный. Оценить этот вопрос с точки зрения юридического аспекта или медицинского – это разные вещи. И так, и так. Мое мнение и мои знания дают мне сделать такой вывод, что сейчас этот вопрос как раз на стадии рассмотрения находится. И насколько мне известно, проводить аллергопробы не всегда актуально на данный момент, потому что по моему опыту работы, вернее, по опыту моей организации, у нас практически не встречались реакции при первом введении анестетика. А дальше никто не может дать гарантию, что это пациентам… Да, у нас в клинике принято на данный момент, если аллергологический анамнез отягощен у ребенка, направить его к аллергологу на пробу. Но мы-то должны понимать прекрасно, что даже при отрицательной реакции мы не исключаем возможности проявления аллергической реакции в кресле. Конечно, во всех клиниках, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность, имеется аптечка неотложной помощи. Но деткам от этого же не легче становится. Поэтому еще раз тогда повторяю, что вопрос анестезии – это всегда риск. Всегда риск. И мы должны стремиться к тому, чтобы этого избежать. Продолжу тогда вопрос. Достаточно. Таким образом. Сейчас модная практика в очень дорогих клиниках – это продвижение, лечение стубов под общим наркозом. Вот здесь тоже ваша профессиональная точка зрения, я спрошу. Как к этому относитесь? Вот лично мое мнение, я к этому в стенах своей клиники, я опять отвечаю за свою клинику, отношусь крайне отрицательно. Мы с коллегами не раз этот вопрос обсуждали, и считаем, что общий наркоз он не должен так широко рекламироваться. Все-таки под общий наркоз идут специальные дети, особые дети. Я считаю, что общий наркоз – это для особых детей, неврологических детей, детей, испытавших психическую травму. Или у детей, опять-таки, по вине родителей, когда запущенность зубов составляет свыше 50%. Я просто сказала, что сможем ли мы обезопасить прием под общим наркозом пациенту в полной степени? Мы ответили себе на вопрос «нет». Потому что во время общего наркоза могут из строя выходить не только аллергические реакции пациентов, могут выйти из строя и эндокринные системы, и неврологии может. И я считаю, что клиники, которые говорят, это мое мнение, клиники, которые говорят, что у них есть сильная реанимация, я думаю, что это все равно маленькое лукавство. Все равно это огромный риск лечить детей. Я считаю, дети должны лечиться под общим наркозом в условиях стационара. Где есть, соответственно, все условия. Где есть все специалисты любого профиля, которые могут в любой момент подключиться. И решить экстренную, неотложную ситуацию. Галина Александровна, еще один медицинский вопрос, тоже популярный. Виды брекетов. Насколько это эффективно? Виды брекетов? Насколько эта методика эффективна? Продвинулись ли технологии за последние 10 лет? Да, я начну с того, что, конечно, патология прикуса в наше время это очень актуальная проблема. Здесь связано, конечно, и с тем, что она как пища изменилась, то есть дети сейчас очень мало жуют, они как бы употребляют больше такой мягкой пищи, челюсти в результате не растут. Затем это приводит к тому, что образуется так называемая скученность зубов, зубки расположены плотно друг к другу, и что приводит затем к заболеваниям как зубов, так и тканей парадонта. Поэтому, конечно, эта проблема очень актуальна, но брекеты нужно устанавливать уже в тот момент, когда полностью сменился прикус, то есть уже у ребенка все молочные зубы выпали, выросли все постоянно и зубы даже седьмые, будем говорить там. Вообще вопрос решает врач-специалист, врач-ортодонт, который сначала, прежде всего, осматривает ребенка, ставит диагноз, определяет патологию прикуса, затем уже как бы изучает снимки, то есть и потом уже только решает вопрос о системе брекетов. То есть они довольно-таки разные, то есть, но это все индивидуально, то есть, но учитывая, что это очень эффективный метод в лечении, который применяется в лечении прикуса, в принципе... То есть, по сути, в массовом режиме ничего лучше не придумали на сегодняшний момент, да? И тем более, как бы это действительно, если есть патология, то это очень хороший метод лечения. Алла Николаевна, продолжим тему технологий. Для тех, кто давно не был в стоматологии, таких людей, наверное, немало в нашей стране, ваша сфера до сих пор ассоциируется с чем-то безумным, страшным, например, с угрожающими звуками бор-машины. Что изменилось? Что с технологической точки зрения представляет себя современная стоматология? Сегодня можно ответить на то, что, конечно, стоматологическая помощь оказывается не только жужжащей бор-машиной. Если вовремя, вовремя приходить к стоматологу, сейчас имеется несколько новых, я бы сказала, аппаратов, оборудований, которые лечат зубы без бор-машины. На начальном этапе, да, Галин? Что мы можем предложить? Ну, есть такой аппарат, RONDOFLEX называется, где в основе положен метод пескоструйный, основанный на применении специального порошка оксида алюминия, который под давлением, сжатым воздухом, струей воды направляется на пораженный участок и позволяет убрать пораженные ткани, не затрагивая окружающие ткани зуба, то есть не надо сверлить вот этой бор-машиной, здесь отсутствуют и шум, и вибрация, и болевые ощущения, то есть даже та же анестезия, она здесь не нужна совсем, поэтому, в общем-то, это один такой из современных методов в лечении, когда не нужно использовать бор-машину. коллеги, про деньги, я всегда помимо медицины, клинической организации здравоохранения, всегда стараюсь со своими собеседниками говорить и на экономические аспекты, вот для наших уважаемых телезрителей поясню, как бы есть две базовые вещи, полюс МОС, это программа, по которой застрахован каждый гражданин Российской Федерации, вот это ваш страховой полюс, который дает возможность получения бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий. Есть полюс добровольного медицинского страхования, называется он ДМС, это дополнительная страховка, которую оплачивает либо ваш работодатель, если вы работаете в какой-то крупной коммерческой структуре, как правило, или крупных государственных структурах, ну, то есть, это дополнительная опция, позволяющая получать медицинскую помощь как в государственных учреждениях, так, соответственно, и в коммерческих медицинских учреждениях. Применительно к вашей клинике ДМС и ОМС. Ну, начнем все-таки с томатологии, штука дорогостоящая, можно ли к вам в клинику прийти с полюсом добровольного медицинского страхования? С полюсом ДМС. Да, с полюсом ДМС. На данный момент в нашей клинике заключено несколько договоров с страховыми компаниями, которые могут, в принципе, направлись к нам пациентов. Они знают эти пациенты, мы работаем в рамках ДМС. Бесплатная страховка, классический страховой полюс. Многие частные центры в различных специальностях сейчас активно с государством сотрудничают. Как с этим вопросом обстоят дела в вашей клинике? Прием пациентов в рамках госгарантии у нас осуществляется третий год. Третий год. Впереди год 2017 что-то изменилось? Да, у нас изменилось. Мы взяли объемы еще по детскому приему. Поэтому я хочу сказать, те детки, которым посчастливится, не побоюсь этого слова, приняться в нашей клинике в рамках госгарантии, они могут пройти. В первую очередь, мы покажем новейшее оборудование для нас как диагнокам, это профилактика на скрытый кариес, где мы уже сможем как раз таки детям, не доводя их до обезболивания, оказать медицинскую помощь в рамках госгарантии. Ну и соответственно все эти заболевания, которые идут в рамках госгарантии, мы будем оказывать с 2017 года. Выделили объемы. Ну вот уже в 2017 год немножко заглянули, и буквально на пару дней вперед посмотрим, впереди новогодние праздники, где, ну и у нас то они во всем мире, как говорится, огромное, огромное количество выходных раз, разнообразного питания, как правильно нужно родителям сформировать рацион питания своего ребенка, сейчас даже просто повод это новогодние праздники, а как всегда, какой правильный рацион питания с точки зрения наименьшего негативного воздействия на зубы, а лучше еще и положительного. Дело в том, что новогодние подарки еще никто не отменял, которые содержат большое количество конфет и всяких сладостей, поэтому, конечно, самый такой простой и действительно эффективный метод это после сладости нужно обязательно ребенку посоветовать либо съесть какой-то фрукт, там хотя бы яблоко, вот, и конечно, в идеале конфеты съесть можно, но хорошо прополоскать рот водой после этого, но это нереально, конечно, поэтому хотя бы употребление фруктов. А вечером родители, что делают у нас, проверяют, насколько они почистили правильно зубы. Замечательно. Каждый день родители заглядывают и проверяют. Оттого, что ребенок пошел в ванную и сказал, что я вылечил, почистил зубы, это не говорит о том, что он их почистил. Только тогда, когда родители будут относиться к зубам детям серьезно, поверьте, на 50% мы уменьшим вот этот стресс, который испытывает хотя бы уже в первом периоде у стоматолога. У нас есть родители, которые просто приходят, они на 1 квартал приходят, у нас детки и играют, и не боятся, и начинают у нас и щеточками их чистить. Такой ребенок, когда они с родителями контактируют, поверьте мне, они не испытывают стресс у стоматолога. В основном это детки, чьи родители недооценивают важность профилактики стоматологических заболеваний у детей. Алла Николаевна, профилактику вы из реплики в реплику, как говорится, да, понятно, что в каждой семье здоровье детей в профилактике. Безусловно. В каждой семье зубная паста, зубная щетка на каждого члена семьи. Какие-то еще нужны в домашних условиях средства по уходу за зубами? Список можно продолжать долго. Сейчас стоматологическая индустрия для того, чтобы каким-то образом приучить детей ухаживать за зубами, они выпускают и нити, и всевозможные щеточки, и всевозможные там игрушки. Но на данный момент сейчас вот у нас пользуются большой популярностью это детские ирригаторы. Но это, я думаю, тема такая уже отдельная, да, мы с докторами обсуждали, это требует и обучения, пользования ирригатором, то есть и родители покупают ирригаторы, и детки покупают ирригаторы. Ирригатор – это препарат, который каким-то образом более углубленно производит гигиену полости рта. Очень интересные аппараты. Вы, наверное, не слышали. Ну, это приборы, которые за счет под давлением струя воды позволяют, соответственно... Да, да, да. Причем дети очень охотно и не интересуются вместе с родителями. И поэтому я считаю, что когда стоматолог рекомендует именно дополнительные средства профилактики, дети очень охотно идут на это. Не, ну, штука достаточно хорошая, можно даже много игровых практиков ирригатор позволяет очистить полость рта от остатков пищи в труднодоступных местах. Тем самым мы предотвращаем тот же этот всем надоедливый кариес, который жития не дает детям уже. Коллеги, давайте последнее слово сегодняшнего эфира за вами. Обращение к нашим телезрителям в канун новогодних праздников еще раз, так сказать, подытожим все вышесказанное. Профилактика наша все и наверное пожелать детям взаимопонимания с родителем, крепкого здоровья и родителям огромной просьбы берегите своих детей. Спасибо, уважаемые телезрители. Базовые вопросы по детской стоматологии нам сегодня, я надеюсь, удалось разобрать. Как сказали мои уважаемые гости, тем для разговора достаточно для того, чтобы встречаться в дальнейшем. Спасибо вам большое за беседу, в ответ тоже пожелания здоровья, счастья, ну пусть наши мечты сбудутся в новом году. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова